Я рад приветствовать вас, дорогая Церковь, дорогие братья и сестры. Слава Богу, что мы сегодня с вами здесь собрались и можем пообщаться во имя Христово. Знаете, на вашем собрании, ну или на собрании Господнем, да, я чувствую себя как будто бы на Сионе. Мы уже все находимся, знаете, здесь вокруг нас ангелы поют. Почему? Потому что, в общем-то, я являюсь пастырем Церкви Христовой, но наша Церковь, она, можно сказать, домашняя небольшая ячейка по сравнению с вашей огромной Церковью, да. Ну, у нас там собирается 30 человек. Ну, хор ваш, он где-то раза в три больше, чем вся наша община. И присутствуя здесь при таком огромном количестве людей, верующих во Христа, при таком пении, выстроенном по голосам, я чувствую себя действительно на какой-то высоте, на которой раньше не бывал. Слава Богу, я благодарен вам за то, что вы пригласили меня, благодарен вашим братьям за то, что они пригласили меня, приняли и дали мне возможность делиться Словом Божьим. Сегодня я буду свидетельствовать, больше буду рассказывать о себе, ну, конечно, буду обращаться и к Слову Божьему, рассказывать буду о двух усыновлениях. Почему о двух? Не потому, что мы усыновили двоих детей, а потому, что вторым усыновленным я считаю себя. Потому, что Господь тоже усыновил меня. Я сначала, наверное, расскажу свой путь, как Бог усыновлял меня, а потом я расскажу о моем сыне Мироне, вот он там сидит. Да, привет, да, Мирон. Потом уже я расскажу о том, как мы усыновили Мирона. Вы знаете, в послании к Ефесянам, в первой главе, там написано, в первой главе, в четвертом и пятом стихе написано следующее. Он избрал нас в Нем, то есть Бог в Иисусе Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Господь уже предопределил усыновить нас себе, то есть Он уже высмотрел каждого из нас. Не знаю, как Он там выбирал, как Он предопределял, но Господь, вот каждого из нас, всех здесь присутствующих, Он предопределил усыновить. В том числе, Он предопределил усыновить и меня. Он хотел меня усыновить. Он хотел, чтобы я стал Его Сыном. И когда я был еще маленький, я помню такой момент, у нас в деревне была такая бабушка, ну это еще Советский Союз, и такая бабушка была, и она, когда кто-нибудь или умирал, или наоборот какое-то радостное событие было, она приходила с такой, с тетрадкой, да. Библия была тогда не у всех далеко, и Слово Божие так напрямую читать не каждый осмеливался. И вот была такая бабушка, она приходила с тетрадкой, и в этой тетрадке от руки были записаны стихи из Библии, были записаны и там молитвы, да. И она приходила и на этих мероприятиях читала. И мне, ну так хотелось просто заглянуть в эту тетрадь. Я думал, ну она мне не даст, не разрешит, но так хотелось, так хотелось узнать, что же там написано, что же нам говорит Бог. И, наверное, вот когда я слушал эту бабушку, когда она там читала какие-то важные слова в Писании, я подумал, ребенком еще, Боже, я хочу вот познакомиться поближе вот с теми словами, с той мыслью, которая заложена вот в этих вот словах, в этой тетрадке. Я хочу быть ближе к этим словам. И, наверное, тогда Бог услышал меня и сказал, да, действительно, вот Он будет моим Сыном, и повел меня по жизни для того, чтобы встретить с Собою, для того, чтобы познакомить с Собою. Знаете, жизнь моя была наполнена разными событиями. Не всегда я был таким, знаете, белым и пушистым, не всегда был хорошим. Разное было в моей жизни. Происходили всякие дела, за которые мне сейчас стыдно, и не хотелось бы произносить их вслух, но это все было. Это все было в моей жизни. И Господь терпеливо ждал. Знаете, вот есть в 13 главе первого послания Коринфянам, там много написано о любви. Какая бывает любовь. И первое, что там написано, первое качество любви, там написано, что любовь долго терпит. Господь долго терпел, пока я приду к нему. Он долго ждал, когда же я с ним стану на более близких отношениях, вступлю с ним в более близкие отношения. И однажды, вы знаете, случилось следующее. Приехала моя бабушка, она жила сама в Бобруйске, а вот мы жили там, где-то под Минском, Ждановичи такой есть поселок, да. И она приехала к нам и говорит, слушайте, сегодня такой день, вербное воскресенье. «Давайте поедем в церковь». Ну, мама моя, папа у меня не было, и мама моя говорит, о, хорошо, да, давайте поедем в церковь. Бабушка моя тоже, о, я поеду в церковь. А мне лет так 13, и я думаю, о, как прекрасно. Сейчас все уедут, я останусь один и буду делать все, что захочу. Хотя в 13 лет это, ну, освободиться от опеки родителей, хотя бы на время, это так казалось прекрасно. И вдруг они говорят, и ты с нами поедешь. И все тут, знаете, как грозовая туча надо мной нависла. Я думаю, меня потянут в церковь, ну, что же я там буду делать? Я никогда не был в церкви, зачем мне это? Мне там будет скучно. Меня повезли. Это была церковь Голгофа. В Минске это баптистская церковь. И пришли мы в собрание. Я уже чувствую себя не в своей тарелке. И ко мне подходит, ну, к нам вообще подходит пастырь. И говорит, я рад вас видеть, кто познакомился с нами. Говорит, а это ваш сын? Говорит, да. Ну, давайте сын ваш пойдет вот на воскресную школу. А вы останетесь в собрании здесь. Я думаю, и сейчас мне еще и от родителей заберут. И я вообще буду там один, непонятно с кем. Меня завели в воскресную школу. Я сел в уголок, чтобы, в общем, как, что называется, не привлекать внимания. Но почему-то все на меня больше всего обращали внимания, знакомились со мной. Мне было как-то неловко. А еще, это были 90-е годы, и там из Германии привезли очень много разных вкусняшек. Детям-то, может быть, непонятно, но те, кто постарше, помнят, что разнообразия вкусняшек в магазинах раньше такого не было. И вот там из Германии привезли много вкусностей, шоколада. И я вижу, что это уже распределено по стопочкам. И это будут раздавать. Я понимаю, что я пришел первый раз. Наверное, на меня не рассчитывают. Но на удивление мне дали больше всего. И когда в конце воскресной школы мне спросили, ну ты в следующий раз к нам придешь? Я сказал, конечно, приду. Столько много вкусного вы мне дали. Я действительно пришел в следующий раз. Вкусняшки быстро закончились. Но я не перестал ходить. Я там познакомился со многими ребятами. Мне там понравилось. Я стал слушать Слово Божье, стал молиться. Влился в это служение. Ну и знаете, это все длилось до тех пор, пока я не поступил в колледж. Когда я поступил в колледж, это был колледж искусств. В общем-то, я на самом деле ушел из церкви. Я там и не покаялся, и не крестился, я просто все время это ходил. Ну и я ушел из церкви. Время от времени появлялся там, но это были, знаете, такие приходы для галочки, что ли, да. Ну вот, меня забрали в армию. Такой скачок временной. Меня забрали в армию. И это были такие войска специального назначения. И знаете, если бы это были воины Христовы, я бы чувствовал себя с ними в безопасности, уверенно. С радостью находился бы возле этих людей. Но это были воины другой армии. И я себя чувствовал, ну, мне было страшно, я боялся. Мне было страшно, я боялся. А когда, знаете, человек боится, то если он хотя бы немножко знаком с Богом, то он начинает к ним обращаться. Я тоже так про себя стал молиться. Думаю, как же мне здесь выжить эти полтора года, которые предстоит служить. И в это время проводится анкетирование. И ходит такой сержант, он, знаете, там, накачанный, спортивный. Ходит, специально снял китель, снял тельняшку. Демонстрирует свои мускулы. И так проводит анкетирование. Там у кого какие родители, там из какой семьи. И вопрос, верующие есть? И у меня вот мысль в голове, да. Вообще поднимать мне руку или нет? Сказать, что я верующий или не сказать? Потому что если я скажу, мало ли что будет дальше. Ведь это опасно, это страшно, да. Да и вообще, ну, как бы я верующий или не верующий, непонятно. Я, в общем, не поднял руку. И там, может быть, только пару человек подняли. И их записали как верующие. Ну, ладно, ну, пусть это прошло. И следующий раз было построение уже перед казармой. Выходит командир роты, огромную, выше, чем я, намного выше. И говорит, ну, так что, верующие есть? Я думаю, нет, не подниму я руку. Подняли руку, там, опять же, пару человек. И он говорит, верующие выйти из строя. Я думаю, ну, вот, хорошо, что я не понял, сейчас что-то будет, что-то буду с ними делать. И вот эти парни вышли, тоже перепуганные. Он говорит, верующие, направо в церковь шагом марш, неверующие, налево, строевая подготовка 4 часа. Знаете, я ходил по этому плацу на солнце, и я уже, знаете, как я молился? Я так говорю, Боже, я все понял, Господи, я понял. Это не сержант меня спрашивает, не командир роты, это Ты меня, Господь, спрашиваешь, верующий я или нет. В следующее воскресенье верующих было где-то половина роты. Это, знаете, как сегодня говорят, лайфхак, как многих привести к Господу, да. И, в общем-то, нас водили в православную церковь, там была такая палатка стояла, да. Многие те, которые, в общем-то, с Богом познакомились только здесь в армии, они там засыпали, потому что спать очень сильно хотелось. Основная моя задача, как верующего, можно сказать, христианина, да, в то время была поддерживать своих товарищей, которые шли к Богу. Я их буквально держал, потому что они засыпали и падали, там, да. Бог тогда обратился ко мне и спросил, верующий ты или нет, хочешь ли ты быть со мной или нет. Будешь ли ты со мною идти? Или ты собираешься идти и дальше по этой жизни сам, выбирая путь? И, конечно, этот путь самостоятельный, он ведет к погибели. Потому что между людьми и Богом из-за грехопадения человека есть пропасть, которую, как мы все знаем, эту пропасть убрал Христос. И только через Христа мы можем прийти к Богу. Бог очень хотел меня усыновить. Он очень хотел меня усыновить. Он хотел, чтобы я был Его сыном. И постепенно, не сразу, я пришел к Богу. Когда я учился в университете, я познакомился со своей женой, вот Анастасией Настей. И у нас, у обоих появилось понимание, что мы должны строить свои отношения на твердом основании. На основании, которое не может поколебать ничто в этом мире. И ничего, кроме как веры в Бога, как Иисуса Христа, ничего другого, более твердого я в этом мире не видел. И мы, в общем-то, договорились, решили, давай мы найдем ту церковь, в которой мы будем ходить. И знаете, на удивление, у нас был преподаватель, мы закончили актерское отделение, у нас был преподаватель по гриму, который мы слышали, что ходил в какую-то церковь. Вот мы подошли и спросили, а вы ходите в какую-то церковь? Это было так, это лифт, мы зашли в лифт, двери закрылись. И вот пока мы ехали вниз, мы спросили у него, а вы ходите в какую-то церковь, можно нам прийти? Он очень сильно, я помню, что разволновался, достал много литературы, вот это пока мы спускались, это какие-то минуты, даже меньше, наверное, да. Он достал много литературы, дал нам, пригласил, объяснил адрес. Вот за это короткое время, да, за это маленькое короткое время. И отпустил нас, что называется, со словами, с надеждой, что мы придем. Мы действительно пришли, остались в этой церкви, и сейчас я являюсь уже пастырем этой церкви. Слава Богу, я благодарен Богу, что Он так привел меня, что Он долго терпел, да, что Он ждал меня столько много времени. И что Он это усыновление готовил настолько заранее, даже насколько я даже не понимаю. Когда мы поженились, то у нас не было детей. Мы не могли завести ребенка, ну, бывает, да. И мы молились, и были и слезы, и переживания, много чего было. И вот однажды в нашу общину приехал брат из Питера и говорит, у нас там открывается теологический институт, и, может быть, кто-нибудь из вашей общины хочет приехать там поучиться. Ну, и мы вот решили с моей женой, что поедем мы, надо как-то расти нам, да. И мы поехали туда учиться, приехали, и буквально в первый же день, в первые дни нашего обучения, мы узнали, что Настя, она беременна, да. И это был как ответ от Бога, что все вы делаете правильно, вы идете тем путем, которым я вас предопределил идти. Но у меня, знаете, в моей жизни было такое понимание, как в 126-м псалме, вот давайте прочтем его, 126-й псалом, там написано следующее. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящая его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнит ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Написано, что стрелы в руке сильного сыновья молодые. А у нас первая дочка родилась, вторая дочка. Я уже жду, ну когда уже стрелы-то появятся, когда вот сыновья. Ну, как каждому отцу, конечно, хочется, чтобы был сын. И в это время моя жена, она стала, познакомилась, вот если кто-то может знает, Таисия Карпович, да, и стала там осуществлять волонтерскую деятельность в организации «Благотвори». Со временем она стала координатором волонтеров. Но какое-то время послужив там, она пришла, и, в общем-то, мы там вместе разговаривали, беседовали. Мы пришли к пониманию того, что нам надо, в общем-то, усыновить ребенка. Да, есть разные формы. Я это узнал уже там чуть позже, что есть там и опека, да, есть и приемная семья. Да, и много разных других форм, при помощи которых можно брать ребенка из детского дома, да, на время. Но мы пришли к пониманию, что нам нужно именно усыновить. Потому что Господь, Он тоже усыновил нас полностью, да, Он сделал нас детьми своими. Я не говорю, что остальные формы – это как-то неправильно или плохо. Нет, это тоже хорошо. Но именно мы пришли к такому пониманию, что мы должны усыновить. И, опять же, мы стали молиться, мы стали много обсуждать о том, как это должно произойти. И вот мы приехали в центр усыновления, нам посоветовали вот туда-то, в такой-то детский дом. И мы молились, ну, Господи, Ты покажи, пожалуйста, чтобы только мы не ошиблись, чтобы это был вот тот ребенок, тот сын, который будет и по сердцу Тебе, и по сердцу нам. И мы выбрали, ну, нам дали там две папочки, да, вот тут две папочки, и мы поехали туда с этими двумя папочками. Ну, не с папочками, а вот с этими именами. Приехали, и пришел первый ребенок, и он, знаете, сразу отвернулся и заплакал. И он ни в какую не хотел к нам идти. Мы даже немножко так расстроились. Может быть, это так всегда, может быть, это у всех такие мысли были, да. А потом, ну, хорошо, сейчас вот мы приведем второго. И его вести не пришлось. Он прибежал сам, он взял нас за руки, он стал нас водить, что-то там рассказывать, показывать. У меня было такое ощущение, что это не мы усыновляем, это он, знаете, у нас, как это сказать, уродительствует, что ли, да. То есть он выбрал себе родителей, ну, вот они приехали, а, ну, да, эти, да, и забрал себе, да. Вот полное ощущение такое. И в следующие разы, когда мы туда приезжали, то это всегда были такие моменты, когда он выходил, ну, да, вот, это уже как бы, это тот, я помню его, да. Я, может быть, раньше его где-то видел, да. И мы вместе с ним прекрасно проводили время. Сразу же почувствовали к нему тепло, душевное расположение. И когда уже на суде, знаете, усыновление, оно проходит через суд, в некотором смысле это и формальная процедура, но для меня там был один важный момент. Судья, уже когда все формальности там практически были устаканены, он спросил, а все-таки скажите, вот какой мотив вашего усыновления? Вот почему вы усыновляете? Тогда, может быть, я не понимал, но теперь я понимаю, что через судью, как и через тех других людей, которые обращались ко мне в моей жизни, ко мне обращался Господь. Ко мне обращался Бог, и Он спросил, вот каков мотив твоего поступка? Ты усыновляешь. Зачем? Для чего? Тогда я сказал судье, любовь. Любовь – мой мотив, мой основной мотив – это любовь. Да, согласитесь, у кого, кто уже усыновлял, или приемная семья, или, может быть, опека, если есть свои дети, которых ты родил, и есть ребенок, которого ты усыновил, то тяжело относиться ровно с той же любовью, с которой ты относишься к рожденным тобою детям. Это тяжело, это нелегко, это труд, это работа. Даже такое простейшее, как запах, вдумайтесь даже, кто не имеет, такой, вот даже запах, ну, нас сотворил Господь, да, Он все нам дал, Он и запах нам тоже дал, да, нашего, но запах своего ребенка, он ничего, он ты, как будто бы это так и должно быть, а запах ребенка, которого ты усыновляешь, он сразу кажется, как будто бы другой, откуда-то из другого места, не твой. Даже на таком уровне. И я сказал, любовь. Я сказал там на суде, любовь. Я знал, что Господь нас любит, и что Он свою любовь явил в Иисусе Христе. Я знал, что мы должны любить и Бога, любить и ближнего своего. Я знал, что мы в этой любви должны расти. Но я не знал, не представлял, что мой рост будет осуществляться вот таким образом. О каким я сейчас расскажу. Все было хорошо до подросткового возраста. Все было хорошо до того момента, когда наступает, ну, трудное время, в принципе, для всех детей, не только усыновленных. Мирон нас радовал. Когда мы были на конференциях, организованных вот как раз Таисией, там многие усыновители делились своими проблемами, а мы даже потом делились с Настей, мы какие-то просто, я не знаю, благословлены особенным образом Богом, потому что у нас этого ничего нет. У нас нет этих проблем, у нас нет этих вопросов. Мирон просто прекрасный сын. Он послушный, он добрый, он миролюбивый, он во всем ищет добра, мира, ласки. Но потом наступает момент, когда он становится подростком, и многое меняется. И долготерпение, о котором говорится здесь, в Библии, в 13 главе Первого Послания к Коринфянам, я думал, что оно уже, это долготерпение, ну, то есть, этот период долготерпения прошел, но нет, это, он только начинался этот период. Мирон стал сбегать, он стал убегать из дома. Может быть, первые разы это было, ну, так знаете, ну, бывает всякое, да, побеседовали, поговорили, успокоили его, сами успокоились. Но никакие уговоры, разговоры, увещевания, и в тот момент, казалось, молитвы, обращение к Богу за помощью, они не работали. Он просто сбегал неожиданно, непонятно, почему, от чего, для чего он это делает. Он сам не мог объяснить. Он просто сбегал. Вы знаете, есть дети, которые сбегают к соседским детям, да, там, или, там, к друзьям своим. Мирон, он очень любит, он такой любознательный человек, он любит путешествовать. И вот, представляете, что сидите вы вечером, понимаете, что он уже не вернулся домой, звоните уже в милицию, да, и вам через два часа звонят из Гродно. Вот вы в Минске, а вам из Гродно звонят. Или из Могилева. И говорят, ваш сын, конечно, наш, приезжайте, забирайте. То есть вы отработали целый день, потом вы пришли вечером домой после работы, вы очень волнуетесь, переживание, это невозможно передать словами, кто этого не испытывал, насколько вы переживаете. Я сейчас подумал, что, как же, там, Господь переживал за Иисуса, когда он был на кресте, да, когда он страдал, насколько сильна его любовь, насколько крепка между ними связь. Но даже вот эта наша человеческая связь между сыном и отцом, она настолько, такой болью отзывалась внутри, что ты не мог ни сидеть, ни стоять, ни спать, ничего. И вот потом где-то в 2 часа ночи звонят и говорят, приезжайте, и вам нужно садиться в машину, ехать из Минска в Могилев или в Гродно, или еще куда-нибудь, городов много в Беларуси. Я тогда, кстати, благодарил Бога, что называется, за то, что страна наша не такая большая. Если бы мы жили в России, там до Владивостока из Москвы, к примеру, да, это просто так не сядешь, не приедешь. И вот вы приезжаете туда, там все эти формальности и процедуры в милиции нужно соблюсти, заполнить всякие бумажки. Потом ты приезжаешь домой, а тебе там утром на работу, да, ты приехал утром, ты едешь на работу, возвращаешь, а потом тебе еще целый день звонят из милиции, из разных органов опеки, из школы, ну, откуда только они звонят, да. И потом к вам приходят домой, проверяют вас. И из школы приходят, и милиция приезжает, и следственный комитет приезжает. И вот помню момент, я сижу в коридоре, в своем доме, да, в коридоре на стульчике, следователь меня опрашивает, в доме там проходят обыски, они ищут какие-то вещи, ну, мало ли, может мы там пытаем его, там, избиваем, убиваем, или, может быть, ну, мало ли, что мы там делаем, да. Проходит обыск, я сижу на этом стульчике, я уже ничего не понимаю, не соображаю, меня уже что-то спрашивают, я уже на автомате это отвечаю, и понимаю, что, как бы, я в своем доме, в коридоре, дом мне не принадлежит, ну, детей, слава Богу, не разбудили, их разрешили оставить в кроватях, так просто фотографируют все комнаты, проверяют наш участок, там, да, и я говорю, я в своем доме уже не хозяин, здесь хозяин еще кто-то другой, здесь, ну, кто-то, помимо моей воли, распоряжается. У меня тогда такая мысль была, Господь, я хочу, чтобы, ну, все-таки, ну, в своем доме распоряжался я, и моими детьми, моими, потому что я, ну, ты, ты мне Бог их дал, да, может быть, на время, но дал мне, и через усыновление в том числе, хочу распоряжаться также я, не органы опеки, не милиция и прочее, а я, на это короткое время, ну, я не владею этими детьми, там, в полном смысле, они не рабы мои, но я тогда понял, для чего усыновление. Бог дает нам возможность усыновить для того, чтобы вот этих детей, да, как когда-то и меня Он вел, чтобы мы тоже привели к Нему, не для того, чтобы испытать радость отцовства или материнства, ну, для этого тоже, но это не главное, не для того, чтобы восполнить количество, там, сыновей в семье, а для того, чтобы мы познакомили их со Христом, для того, чтобы они в своей жизни имели имели такого друга, такого спасителя, такого духовного отца, который никогда их не бросит, не оставит, который будет каждое мгновение их жизни вместе с ними. я хотел бы, можем сейчас посмотреть слайды, да, можем глянуть, вот это Мирон еще в детском доме, по-моему, даже, если я не ошибаюсь, вот только-только, только он усыновлен, ему было два с половиной года, видите, счастливый, улыбчивый мальчик, кстати, когда приехал к нам, он похудел, не потому, что мы его плохо кормили, а потому, что у него появилась возможность просто физически бегать, бегать, прыгать, и можно было выходить за территорию огороженную, маленькую, такую, знаете, дома малютки, можно следующий, да, слайд, а вот это, он такой серьезный, мы едем домой, представляете, человек, вот Божье создание, впервые ехал в автобусе, и впервые видел, что мир намного огромнее, чем он был у него до этого, он смотрел в окно и то был то серьезным, то удивленным, то смеялся и понимал, что намного больше всего, нежели он представлял себе до этого, вот мы едем домой, да, можно следующий, это котята, или, а, щеночки, щеночки, да, да, у нас были и котята, и щеночки, много кого было, вот, частный дом, места много, можно ходить, да, до сих пор Мирон приносит, то котенка найдет, то щеночка в дом, ну, вот, у нас есть своя собака, но собаки со всей округи почему-то прибегают сюда, и он их всех знает, как их зовут, котята все приходят, я не знаю почему, у меня уже кот, он просто встречает, чужой кот соседский, он встречает по дороге домой и провожает, потому что Мирон его познакомил со мной, вот, это мы там учимся играть, да, на гитаре, да, можно следующий, это мы съездили в Петербург, там, где мы учились, и прожили два с половиной года, он был очень удивлен, там была радуга над фонтанами, фонтаны Петергов, да, радуга над фонтанами, и он был очень удивлен, что, как радуга, о которой мы уже ему рассказывали, радуга, которая была вот после потопа, явлена людям, что в качестве подтверждения того, что потопа больше не будет, знамения такого, да, вот он увидел эту радугу, и как вот она так близко находится, вот Бог так близко допустил эту радугу, да, это его день рождения, он катается на картинге, ему подарили такую возможность, потому что он очень хотел как-то вот за рулем автомобиля посидеть, и, наконец, его мечта осуществилась, ну, и просто, да, развлекается, просто развлекается, ну, ну, это с сестрами в Крыму на дне рождения у Михалина, там старший, вот еще, да, день рождения, его тоже, автомобиль ему сделали, а еще можно, да, показать, вот это тоже мы там в Крыму отдыхали, да, мы своим детям делаем такие, знаете, альбомы, ну, уже, когда они стали постарше, ни сил, ни времени не хватает, но пока, когда они были маленькими, мы делали такие альбомы с фотографиями, где рассказывается история, которая произошла с ними за этот год, и вот, эта часть этого альбома, мы его нашли, мы нашли Мирона, мы его искали, мы его нашли, Мирон, можешь подняться сюда, ну, не стесняйся, поднимись, не бойся, вот теперь такой Мирон, ему почти 14 лет, да, можешь посмотреть, ему уже почти 14, да, когда мы брали его, было два с половиной, я благодарен Господу, что он дал мне такого сына, что он наполнил мой колчан такой стрелой, и это действительно радость, и радость со слезами на глазах, я, ну, вот видите, я расчувствовал себя немного, потому что, действительно, хотя и было очень много трудных моментов, хотя и действительно было много моментов, когда я переживал, злился, но, когда он стоит рядом, когда я держу его, так за плечо, я благодарен Господу, я благодарен Богу за то, что он усыновил меня, и за то, что он дал мне возможность усыновить Мирона, это радость, она, можно сказать, радость неизреченная, ее невозможно выразить там в простых словах, даже говоришь и понимаешь, что, ну, как это сказать словами, это радость, которая в сердце, которая в разуме, это радость, которая, переполняет просто меня, слава Богу, слава нашему Господу, садитесь, что я хотел сказать, как вывод всего моего свидетельства, вы знаете, если вы думаете, усыновлять или не усыновлять, то вы можете услышать аргументы за, и аргументы против. Вы можете иметь разные обстоятельства вашего усыновления, но поймите, что любовь, с которой нас Господь усыновил, и с которую вы собираетесь усыновлять, она не такая, как другая любовь, да, вот, любовь, которая есть вокруг, к родителям, к своим детям, это еще одна форма любви, особенная, особенная, в ней много долготерпения, в ней очень много долготерпения, но это особенная любовь, которую вы больше нигде не найдете, если вы хотите, чтобы Господь познакомил вас с такой любовью, то усыновляйте, слава нашему великому Господу, слава нашему Отцу, слава нашему Спасителю, нашему усыновителю, и пусть все ваши поступки, которые вы будете совершать, то ли усыновление, то ли это опека или приемная семья, пусть это все будет наполнено этой особенной любовью, любовью, которую вы больше нигде не найдете. Спасибо вам. Мы еще просмотрим видеоклип, а затем мы совершим специальную молитву за детей сирот. Спасибо. Смотря в глаза ребенка сироты, немой вопрос читал в его я взгляде. Скажи мне, дядя, может, это ты, мой папа, потерявшийся когда-то. А если повстречай мою мать, то передай, чтоб сильно не грустила. и если вдруг придет меня забрать, я стану самым лучшим в мире сыном. Глаза, глаза, сиротские глаза, как много в них любви, как мало веры. С большой надеждой смотрят в небеса, молясь о том, чтоб распахнулись двери, кто успокоит душ сироты. разбитые отцовским равнодушием, оставлено на произвол судьбы. Она кричит, остановись, послушай, возьми меня, пожалуйста, к себе. Поверь мне, в жизни очень нужен папа. И если ты поможешь сироте, Господь тебя вознаградит когда-то. Глаза Глаза, 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 Сиротские Глаза, Как много в них любви, как мало веры. С большой надеждой смотрят в небеса, молясь о том, чтоб распахнулись двери. Без веры наш осиротевший мир, пустой, безликий и и грехом разрушенный. Но в Иисусе Бог усыновил и по-отцовски принял наши души. И если ты любовью воскрешен, то повеленье Господа послушай, как сын сироту прими в свой дом, а лучше в сердце, да, так будет лучше. Глаза, глаза, сиротские глаза, глаза, много в них любви, как мало веры. За большой надеждой смотрят в небеса, молясь о том, чтоб распахнулись двери. двери. Глаза, сиротские глаза, как много в них любви, как мало веры. С большой надеждой они смотрят в небеса, молясь о том, чтоб распахнулись двери. Глаза, 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 сиротские глаза, глаза, сиротские много в них любви, как мало веры. С большой надеждой смотрят в небеса, молясь о том, чтоб распахнулись двери. Отцовский дом счастливую семью, где много счастья, радости и света. и я при Богом сердце преклоню, как о родном, молясь о стыне этом. Смотрел в глаза ребенка сироты. Не мой вопрос читал в его я взгляде. Скажи мне, дядя, может, это ты, мой папа, потерявшийся когда-то. что он м м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok